Привет, меня зовут Ксюша, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы говорим с вами о косметике Song By Me. Это популярный корейский бренд косметики по уходу за лицом и макияжем. В них есть, например, кушаная, о которой мы поговорим с вами в последующих видео. Сегодня мы будем говорить с вами об уходе от этого бренда. В первую очередь хочется отметить вот этот вот тонер. Собственно, когда мне высылали эту косметику на обзор, производитель сказал, что его интересует обзор именно на вот этот вот тонер, а остальное он пришлет мне в подарок. Но у блогера, мне кажется, все идет в расход, поэтому, конечно же, я расскажу вам сегодня о всех позициях, которые мне прислали, несмотря на то, что попросили обозреть только вот этот вот тонер, и расскажу вам о впечатлениях и об этом тонере, и о других продуктах от этого бренда. Раз уж нам подробно с вами нужно поговорить об этом тонере, давайте это с вами и сделаем. Как вы видите, тонер заключен в очень красивую упаковку из темно-зеленого пластика. Очень она компактная, отлично помещается на полочке с другими косметическими средствами. Здесь 150 мл продукта, и по названию этого тонера, который называется 30 Days Miracle Toner, становится понятно, что использовать вы должны эти 150 мл за 30 дней. Этим тонером я пользуюсь три недели, и я использовала его еще только половину. Не знаю, то ли я недостаточно щедра, хотя мне кажется, я не жалею этого тонера, и поливаю им ватный диск достаточно щедро, но за три недели у меня ушла половина. То есть я так подозреваю, что этого тонера мне хватит на 6 недель, а именно на полтора месяца. Мне кажется, что это достаточно хорошая новость, при учете, что производитель предполагает, что вы используете его за 30 дней. В чем сила этого тонера? Давайте поговорим о составе. Составы продуктов сомбайми полностью натуральные, и если вам хочется провести какую-то ассоциацию с другими корейскими брендами, то мне кажется, что по своей концепции, по философии этого бренда, он ближе к бренду Purita, который тоже многими любим, который содержит только натуральные ингредиенты, и действует на кожу благодаря испробованным уже и хорошо зарекомендовавшим себя косметическим ингредиентам, типа гиалуроновой кислоты, кислот, натуральных экстрактов трав, здесь все это присутствует. Сила этого тонера заключается в том, что он заключает в себе три вида кислот. Это A-C, B-C и P-C. A-C кислота, как мы знаем, работает на поверхности кожи. Она идеально отшелушивает омертвевшие клетки на поверхности кожи, работает с особо сухими участками лица, помогает избежать гиперкератоза, каких-либо уплотнений, связанных с скопившимися мертвыми клетками на коже. То есть A-C кислота работает на поверхности кожи. B-C кислота работает внутри поры. Эта кислота способна очистить поры от черных точек и загрязнений. Она также препятствует тому, чтобы в порах скапливались бактерии и грязь. Таким самым она предотвращает образование воспалений или лечит уже имеющееся воспаление. B-C кислота работает над тем, чтобы лицо было более увлажненным. Она как бы активирует естественную способность нашей кожи самоувлажняться. И вкупе с тем, что она очищена от роговевших внешних клеток, вкупе с тем, что поры ее очищены от избыточного сала, сальных пробок и бактерий, конечно же, лицо выравнивается, становится более увлажненным, уходит прыщи и воспаление. Все это должно работать. К сожалению, для меня было то, что я не поняла, в какой концентрации ввода эти кислоты представлены. То есть наличие этих кислот это отлично, но я совершенно не поняла, в каком проценте они представлены в этом тонике. Нигде не нашла эту информацию. На сайте Сомбами все на корейском. Это, кстати, большой вопросики, потому что я не очень понимаю, как производитель предполагает, что вы, уважаемые зрители, будете делать на этом сайте заказ. Потому что сориентироваться на нем очень сложно. Я не нашла, где можно переключить с корейского языка на английский. В результате все приходится делать с методом тыка или пользоваться гугл-перевозчиком, чтобы перевести хотя бы что-то и понять на этом сайте. Это большой минус, потому что на упаковках этих средств тоже все написано по-корейски. Нет ни слова по-английски. Я не знаю даже, что сказать еще по поводу некоторых продуктов, кроме того, что написано по-английски в самом названии на тыльной стороне упаковки. Действительно, какой бы то ни было продуктивной информации для потребителя очень мало. Поэтому я думаю, что компания Сомбами прибегает к помощи блогеров, чтобы мы вам рассказали что-то большее, чем рассказано непосредственно на сайте производителя. Но надеюсь, что в скором времени они этот вопрос решат, и их сайт станет более интернациональным. Итак, что еще можно сказать про этот тоник? Помимо того, что здесь содержится три вида кислот, здесь содержится масло чайного дерева. Причем производитель уверяет, что масло чайного дерева здесь содержится в очень высокой концентрации. Он приводит такой пример, что в обычных средствах, в которых содержится масло чайного дерева, содержится 100 промилле этого ингредиента, в их тоннере содержится 10 000 промилле масла чайного дерева. Как известно, масло чайного дерева – это превосходный антисептический и антибактериальный ингредиент. это то, что способно подсушить и излечить воспаление, и уже очень-очень давно масло чайного дерева используется именно для этих целей, и достаточно хорошо себя зарекомендовала. Тут можно схватиться за голову и сказать, мне этот тонер не подходит, потому что здесь кислоты, здесь масло чайного дерева, и когда этот тонер ехал ко мне, я думала именно так, думаю, боже мой, как я его буду использовать, у меня сухая чувствительная кожа. На мне масло чайного дерева жжет, вызывает раздражение, я обычно такой косметикой не пользуюсь, и я думала, что я попользуюсь им пару дней, и если он вызовет раздражение, то я его отставлю. К моему удивлению, этот тонер не только не вызывает раздражение, но он действительно выполняет заявление на упаковке, что он увлажняет кожу. После него кожа чувствует себя очень-очень комфортно, но нужно сказать, что по ощущениям, я как человек в использовании кислот, съевший собаку, я не очень чувствую здесь кислоты, вот в чем проблема. То есть я даже попробовала на вкус этот тонер, и я не почувствовала свойственным кислотам, собственно говоря, кислоты, как это ни странно звучит. Маслом чайного дерева этот тонер только пахнет, причем пахнет очень ненавязчиво, но это масло совершенно никак не ощущается на коже. Нет привычной при использовании косметики с маслом чайного дерева покалываний или пощипываний. Этот тонер на коже ощущается как добротный увлажняющий тонер, поэтому здесь это и плюс, и минус. Мне показалось, что процент ввода кислот в этом тонере очень-очень маленький. И по ощущениям этот тонер, напомню, он мне тонер от компании P.O., который содержит 1% кислот. Я думаю, что все вы знаете этот тонер из их базовой линейки по уходу за кожей. Поэтому несомненным плюсом этого тонера я могу назвать то, что он действительно ни при каких обстоятельствах не высушит кожу, не будет раздражать кожу. Он, кстати, имеет очень нейтральный pH 5,5, то есть он действительно дарит коже комфорт и увлажнение, это большой плюс. Но все-таки этот тонер называется Miracle Toner. Вы знаете, если бы он не назывался словом Miracle, я бы была к нему менее критична, чем сейчас. Дело в том, что на всех иллюстрациях на сайте, в инструкции, которые мне прислали, написано, что этот тонер призван очищать кожу за 30 дней и избавлять любого человека от высыпаний и акне. Я надеюсь, что у меня получится вставить картинку. На картинках совершенно очевидно нарисовано. Вот кореянка вся в прыщах, вот кореянка с идеальной розовой кожей фарфорового цвета. Что я могу сказать по этому поводу? Я видела уже, что этот продукт выслали на обзор Марии Серт, они прислали этот тонер мне, большое спасибо. Но что Маша Серт имеет идеальную кожу, что я без ложной скромности тоже имею неплохую кожу, и у нас нет никакого акне. Как мы должны были его протестировать на этот предмет, я не знаю. И я честно не могу вам сказать, как этот тонер повлияет на кожу с акне. Я искренне надеюсь, что производитель высылал этот тонер людям с какой-то более проблемной кожей, и они вам расскажут, избавляет он от акне или нет. Но что-то у меня на этот счет есть некоторые скептические мысли. Потому что моя кожа живет в своем ритме, и в определенные дни цикла появляются у меня на лице высыпания, как и у других женщин. Я живой человек. И во время использования этого тонера, как эти высыпания появлялись, так они и появились. Сколько они обычно у меня на лице пребывают, а это где-то 3 дня, так они и пребывали. То есть на вот эти вот периодические высыпания этот тонер никак не повлиял. Это я могу сказать совершенно точно. А про то, как он влияет на акне, я сказать не могу, врать не буду, потому что у меня, слава тебе, Господи, акне нет. Поэтому здесь, конечно, чем руководствовался производитель, я сказать не могу. Если бы этот тонер, еще раз повторюсь, не назывался словом Miracle, вот это вот претенциозное название, да, то есть чудо, тоник делающий чудо, я бы поставила ему пятерку. Потому что по своим качествам он действительно тоник хороший. Он идеально подготавливает кожу к последующему уходу, он является завершающим этапом очищения, он увлажняет, он обладает определенными функциями, которые действительно дарят коже комфорт. Что касается отшелушивания от мертвевших клеток, что касается заживления прыщей и тем более акне, здесь сказать просто ничего не могу. И я теряюсь в догадках, может ли это сделать этот тонер. Поэтому вкупе с тем, что он называется словом чудо, и вкупе с обещаниями производителя, который действительно обещает просто какую-то магию, я поставлю ему четыре. Просто потому, что я не могу проверить действия этого тонера на акне, и потому, что я несколько скептично отношусь к всесильности этого тонера, потому что мне кажется, что концентрации ввода кислот здесь недостаточно. Я человек, еще раз повторюсь, съевший собаку на кислотах, я пользовалась тонерами и бустерами с совершенно разной концентрацией кислот. Кстати, если сравнивать вот этот вот тонер с бустером от ЭПИО, в котором 3% гликолевой кислоты, то по сравнению вот с этим тонером, гликолевый бустер от ЭПИО ощущается как будто в нем 20%. Вот этот тонер ощущается как просто вода. Ни единого признака присутствия активных кислот я здесь не заметила. Может быть, PHA кислота так влияет, что она как бы нейтрализует. Затрудняюсь сказать, но факт остается фактом. Мне показалось, что этот тонер слишком мягкий для того, чтобы выполнить обещания производителя, о которых он пишет. Надеюсь, ко мне не приедет корейская мафия после этого не обзора и не устроит мне какую-нибудь подлянку. Но я давно себе пообещала, когда открывала этот канал, что я буду говорить правду и только правду. И сколько бы мне не прислали продуктов на обзор, я буду говорить свое истинное мнение. И так оно будет всегда. Я надеюсь, что меня ничто не испортит. И я всегда буду честна со своими зрителями. Надеюсь, что вы это цените. Вторым продуктом, который есть в этой же линейке, это опять же Miracle. На сей раз это Miracle Cleansing Bar. То есть мыло для умывания с таким же чудесным эффектом, как и тонер. Как я вам уже сказала, на упаковке большинство информации, которые содержатся, это информация на корейском языке. Единственное, что как и тонер, он содержит помимо АЧ, БЧ, ПЧ, кислоты и масла чайного дерева, еще несколько важных ингредиентов. Например, неоцинамид и аденозин. Как бы мы с вами не относились к маслу чайного дерева, кислотам и прочему, я лично неоцинамид и аденозин просто обожаю. Потому что особенно неоцинамид на моей коже действует прекрасно. Это компонент, который работает с порами, который работает с рельефом кожи. Поэтому по составу, по тому во всяком случае составу, который заявляет производитель на упаковках своих средств, я ничего плохого сказать не могу. То есть по уму, по идее, по логике это действительно должны быть работающие классные составы. Потому что производитель подошел, что называется, с душой, со всей ответственностью к составам своих средств. К использованию мыла в уходе, в рутине по уходу за лицом можно относиться по-разному. Большинство людей к мылу относятся отрицательно, особенно полувигун. Она вообще ярый противник использования мыла в косметике. Но я не испугалась, где наша не пропадала и стала использовать это мыло для умывания. Конечно, мыло не очень желательно использовать для области вокруг глаз, но я использовала, потому что использовать 153 очищающих средства для кожи я не буду. Я храню мыло вот в такой вот подставочке из-под моего любимого средства от Nijen, от подушечек Nijen. Выглядело, ну сейчас это мыло выглядит не так презентабельно, но выглядело оно очень симпатично. У него такой приятный зеленый цвет. И здесь красивая такая надпись, рельефная Miracle на этом мыле. В чем плюс этого мыла? Просто вот по ощущениям. Оно очень мягкое, оно хорошо пенится и после умывания этим мылом вы не чувствуете стянутости привычной. То, чего я очень боялась, особенно в купе, что в этом мыле тоже есть кислоты. И я думала, ну все, у меня точно будет раздражение, как минимум вокруг кожи глаз. Но, о чудо, никакого раздражения не произошло. То есть я совершенно точно могу сказать, что это мыло такое же мягкое и толерантное абсолютно к вашей коже, как и этот тонер. Вы даже чувствуете какую-то увлажненность после вот этого мыла, что само по себе является странным. Я никогда не встречала мыло в своей жизни, даже для тела иногда приходится. Мы тело, нет геля для душа, моешь тело мылом. Я никогда не встречала в своей жизни мыло, которое бы увлажняло кожу. Но это действительно miracle, то есть это какое-то чудо, потому что действительно мыло увлажняет кожу. Что касается его очищающих свойств, оно отлично очищает кожу лица, здесь не к чему придраться. И даже косметику вокруг глаз, во всяком случае остатки косметики, потому что первым этапом я обязательно использую гидрофильное масло или бальзам, оно смывает отлично. Поэтому здесь к этому мылу, как бы я не хотела придраться, я придраться не могу. И я думаю, что вкупе с этим тонером, если у вас есть действительно какая-то проблема, связанная с прыщами, акне, если у вас кожа крупнопористая, вы должны ощутить наиболее очевидный эффект. Все-таки я подозреваю, что эти два средства нужно использовать вместе. Это средства из одной линейки. Состав линейки Miracle гораздо богаче, чем заявлено на самой этикетке. То есть это не только кислоты, масло чайного дерева, ниацинамид и аденозин, о которых я уже сказала. В составе этих продуктов, в качестве ингредиентов, которые способствуют эксфолиации кожи, помимо АЧА, БИЧА и ПИЧА кислоты, содержится, например, экстракт папайи. Вы знаете, что энзим папайи – это прекрасное отшелушивающее средство. В качестве питательных ингредиентов здесь содержится, помимо масла чайного дерева, еще экстракт гомомелиса. Вы также знаете, что экстракт гомомелиса питает кожу и способствует тому, чтобы высыпания и воспаления становились меньше. Здесь же также есть экстракты всевозможных растений, их несколько, ниацинамид, аденозин. Поэтому, конечно, как бы я ни придиралась к действию этих средств и не ожидала от них чуда, я могу констатировать совершенно уверенностью, что состав и того, и другого продукта просто великолепен. Если вы любите натуральную косметику, если вы избегаете опасных и нелюбимых сейчас, непопулярных сейчас ингредиентов, типа минерального масла, парабенов, фталатов и прочего-прочего, то, конечно же, вам нужно сделать свой выбор в пользу этого бренда, потому что бренд этот абсолютно чистый в плане использования вот такого рода ингредиентов. И они используют те ингредиенты, которые проверенным временем и доказали свою силу в уходе за кожей, в решении очень многих кожаных проблем. Поэтому, конечно, здесь я пас, здесь я могу только констатировать, что средства эти по составу просто отличные. Еще одним продуктом, который, я повторюсь, я не получила на обзор, я получила в подарок, но мне почему-то кажется, что все влогеры рассказывают о тех продуктах, которые им прислали. Может быть, нет, не знаю. Это вот этот вот гиалуроновый крем от компании SOM BY ME. Я не знаю, по какой причине. Может быть, потому что я владательница сухой кожи. Именно поэтому я не так оценила те средства, о которых я рассказала вам до этого. Мне больше всего понравился вот этот вот крем, который называется H7 Hydra Max Cream. Я не могу популярно и обширно рассказать вам об этом продукте, потому что, как я уже сказала, на сайте SOM BY ME все написано по-корейски. На упаковке этих продуктов тоже все написано по-корейски. Единственное, что написано по-английски, что этот крем содержит 7 видов гиалуроновой кислоты. Я не знаю, 7 он содержит видов или нет, но он превосходно увлажняет кожу. Он обладает очень-очень нежной текстурой, которая похожа на какое-то молочко. Она моментально тает на коже, моментально впитывается кожу. И, боже мой, как им приятно было пользоваться сейчас в жару, когда в Петербурге почти 30 градусов. Кожа чувствовала себя очень увлажненной. При этом, знаете, на лице не было вот этой вот пленки, под которой от жары образуется испарина, как часто бывает от сильно увлажняющих кремов. Я в восторге от этого крема SOM BY ME, который называется H7. Не знаю, сколько там гиалуроновой кислоты, могу верить на слово, но то, как этот крем действует и то, как он ведет себя на коже, мне очень-очень понравился. Поэтому, если делать выбор между теми продуктами, которые мне прислали, на первое место я бы поставила вот этот вот замечательный увлажняющий крем. Он, правда, мне очень понравился, мне нравится его упаковка. Это, кстати, очень-очень мягкий пластик. С помощью этой упаковки можно будет выдавить крем до последней капли. Я очень люблю крем именно в мягких-мягких таких упаковках. Всегда очень это приятно в использовании, очень экономично расходуется продукт. На второе место я бы поставила этот тонер. Несмотря на то, что я не могу вам рассказать, как бы я ни хотела о том, как этот тонер действует на прыщи, мне очень понравилось, как он работает просто как обычный тонер. Он отличный для лета, потому что все-таки летом при активном солнце нежелательно использовать средства с слишком высоким процентом кислот. По ощущениям, здесь нет высокого процента кислот. Поэтому я сейчас именно в летний период с удовольствием пользуюсь этим тонером. Он не стягивает кожу, он увлажняет кожу. Мне он очень подходит, никакого раздражения. Мне нравится этот легкий, ненавязчивый аромат чайного дерева. Поэтому этот тонер я поставила бы на второе место. И на третье место я бы поставила вот это вот мыло. И не потому, что мне оно не понравилось или еще что-то. Просто я не очень люблю, если честно, формат мыла для умывания. И я не знаю, насколько полезно умываться мылом. Все-таки действительно все косметические бренды, уже давно практически все косметические бренды, это единицы, отошли от использования мыла в ассортименте очищающих средств. То есть мылом лицо вроде бы как сейчас не принято умывать. Поэтому это такой олдскул умывание мылом. Именно из-за этого я ставлю этому продукту наименьший балл. И он у нас занимает третье место. Резюме о бренде Сомбайми будет такое. Я считаю, что это добротный, качественный корейский бренд. Конечно, корейцы делают удивительно качественную косметику и удивительно работающую косметику. Я думаю, что фанаты корейской косметики оценят бренд Сомбайми. Потому что этот бренд стоит очень-очень гуманных денег. Почему я сказала в самом начале, что мне кажется, что он близок по своей философии и по составам бренда Пьюрита. Потому что они, в общем-то, находятся в одинаковом ценовом сегменте. И у них концепции одинаковые. То есть натуральные компоненты без парабена, без салатов, без минерального масла, без прочих вредностей. Поэтому мне кажется, что кто любит вот такие вот натуральные бренды, которые используют очень много органики в составе. Мне кажется, что бренд Сомбайми и также понравится. Расскажите мне, пожалуйста, пользовались ли вы этим брендом. И мне еще будет интересно узнать, видели ли вы обзоры на этот бренд у других блогеров. Что они рассказывают. Может быть, вы видели, что кто-то рассказывал, что действительно этот тонер помогает от Акне. Я с удовольствием почитаю такие комментарии. Всего хорошего. Пока-пока.